Я не уверен, что надо людям давать совет, как надо жить, чтобы все было хорошо. Я думаю, что это идиотский совет. Во-первых, от меня не надо меня слушать. Я живу так, как у меня получается. Когда мне от этого бывает хорошо, я даже стараюсь не радоваться, если это можно так назвать советом. Я принимаю это как должное, потому что это мне неспослано, у меня так получилось. Если приходят какие-то неудачи в моей жизни, я также стараюсь к ним относиться абсолютно хладнокровно. Раздражает одно, вот эти мелочи, которые достают ежедневно и выводят из себя. Именно мелочи. Вот с ними я еще не научился бороться, потому что из-за этих мелочей, которые как назойливые мухи вас кусают с утра до вечера, вот эта бытовщина, вот от нее надо отказываться, научиться жить вне этой бытовщины, быть выше ее. А без нее никуда не денешься, унитаз протекает, дворник напился, машину вам покорябали, это все понятно. Но это не жизнь. Если мы говорим о жизненной мудрости, с моей точки зрения она заключается в том, что с первым вдохом мы получаем программу на то время, которое нам положено. Мы можем сократить эту программу, если мы идиоты, благодаря неспортивному поведению и так далее. Мы можем удлинить это положенное время, благодаря спортивному поведению и так далее. Мы можем сделать нашу жизнь в удовольствие, я вас уверяю. Потому что здесь дело не в материальном благополучии, потому что выясняется, что материальное благополучие дает больше возможности побывать, на чем-то проехаться, что-то купить, но это не значит, что вы будете испытывать от этого стопроцентную радость. Я это все пробовал, это не значит. Я уверяю вас, прогулка в лесу во время хорошей погоды или в поле будет эмоционально причинять не меньше радости, чем полет в космическом корабле, от которого меня будет тошнить всю дорогу. И вернувшись, я расскажу, что я увидел Луну. Но я не уверен, что это будет настоящая моя радость. Это будет нагрузка, от которой я на 10 лет раньше умру. Поэтому, что касается каких-то жизненной радостей, без которых невозможна жизнь, я хочу к ним вернуться. Потому что обязательно пятидневный, грубо говоря, рабочий день, а потом два дня отдыха должны быть. И желательно каждый день должен быть отдых, либо вечером, либо днем. Выражаться должен в беседе, в прогулке, встрече с интересными людьми. Любовь, чтобы была обязательно в жизни. У каждого человека это сострадание, помощь каким-то близким. Это вот в двух словах, если как надо жить. Ну и умирая надо не жалеть, ни о чем не жалеть. Спасибо. Спасибо.